В Сыктывкаре началась реставрация фрески, найденной на стене КГПИ летом 2020 года. Как выяснилось, настенная роспись обладает культурно-исторической ценностью, как пример монументального искусства. Напомним, панорамные изображения нашли во время ремонта мемориального комплекса в бывшем здании КОМИ Государственного педагогического института, корпуса номер 8 СГУ. Позднее выяснили и имя автора монументального полотна, отыскали героев, что изображены на стене. Подробнее Анастасия Тюрнина. Роспись советской эпохи находилась на этой стене. Сейчас вместо нее установили стеллу, посвященную 75-летию Великой Победы. Отреставрированное полотно же установят рядом. Как оно будет выглядеть в конечном варианте, пока неизвестно. Напомним, панорамное изображение нашли под слоями краски во время ремонтных работ в корпусе бывшего пединститута. Масштабное изображение занимало всю стену вдоль актового зала. По оценкам художников-реставраторов Национальной галереи КОМИ, настенная роспись создана в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия. Позже было установлено, что автором был художник Юрий Руднев. А на картине изображены реальные люди. Он приехал из Донецка в то время, работал в Доме художника, в 90-х годах эмигрировал в Канаду. Там работал. Писал, покупали его работы, пейзажи, портреты, натюрморты. Сыктывкарский госуниверситет решил реставрировать монументальное полотно. ВУЗ обратился в Министерство культуры, туризма и архивного дела КОМИ с просьбой о проведении экспертизы с целью определить художественную или историческую ценность изображения, а также возможность его сохранения и восстановления. Выяснилось, настенная роспись обладает культурно-исторической ценностью. Начались длительные поиски реставрационных компаний и художников по всей России. Повезло. Согласилась на это кропотливое дело художник-реставратор Татьяна Зимцова. Она – выпускница нашего университета, а на реставратора училась Московской художественной академии имени Строганова. Прежде чем согласиться, она тоже взяла паузу для того, чтобы посмотреть эту картину, понять, сможет ли она справиться с этой задачей, какие затраты на это пойдут, на материалы, на труд, какое время это все затянет. Она занималась определенной аналитикой. И в конце концов мы уже осенью с ней устно согласились с тем, что картина будет в мастерскую доставлена и ей будет предоставлена возможность ее реставрировать. И вот сейчас заключили договор на проведение соответствующих работ. Сейчас историческое полотно находится в мастерской Татьяны Зимцовой. Вдыхать вторую жизнь в него реставратор только-только начала, поэтому показывать сокровенные моменты пока не стало. Известно, полотно необходимо расчистить, починить основу, заделать отверстия от шурупов, выровнять трещины, заклеить авторский слой краски, а затем кистью тонировать изображение. Конечный штрих – покрыть роспись защитным слоем лака. На все уйдет примерно два месяца.